Продолжение следует... Значит, я буду рассматривать квадратичные иррациональности. Это корни х квадратных уравнений. Сегодня я буду рассматривать такие квадратные уравнения специального вида. х квадрат плюс px плюс q равняется нулю. Это называется целые иррациональные числа. Старший коэффициент уравнения единица. p и q целые числа. Если числа p и q... Мне будет и дальше так, и сейчас удобно рисовать оси координат наоборот. Значит, ось q направляется не вверх, а вниз. Это все равно, конечно, можно было бы и отразить, но мне будет удобнее. То тогда такое уравнение имеет вещественные корни не всегда, а только в некоторой области. У уравнения есть дискриминант. p квадрат минус 4q. И он равен нулю на некоторой кривой, где q равняется p квадрат на 4. Это парабола. Если p больше, то тогда корни вещественные. Ну, p квадрат больше, конечно. Так вот, я буду рассматривать только такую область. Если рассмотрим какую-нибудь точку этой области, значение p и q выбранное, то тогда получается квадратичная рациональность. У этой квадратичной рациональности мы рассмотрим ее разложение в цепную дробь. x равняется a1 плюс единица разделить на a2 и так далее. Это цепная дробь. a1, a2 и так далее называются неполными частными. И это целые числа, которые, начиная со второго, положительные. Так вот, теорема Лагранжа говорит, что если x квадратичная рациональность, то тогда эта последовательность периодическая, тогда и только тогда. А именно, периодическая, это не значит, что она с самого начала периодическая. А может быть, сначала стоит бог знает что, а потом, начиная с некоторого места, повторяется некоторый период. Значит, этот период имеет некоторую длину. Значит, вот в этой последовательности это обозначается так, вот это разложение a1, a2 и так далее. Но я введу дополнительное обозначение. Я буду писать так, например, a1, a2, aK. Это предпериод. А период еще одной квадратной скобкой обозначаю. aK плюс 1, если длина периода t, то aK плюс t. И дальше выписывать не буду. Дальше имеется в виду, что эти же t чисел повторяются бесконечно что раз. Вот. Ну, давайте даже напишем какой-нибудь пример. Там золотое сечение. x равняется корень из 5 плюс единица пополам. Все неполные частные равны единице. Ну, значит, я это так обозначаю. Значит, это уже означает, что это периодически... Ну, даже вот так. Это означает, что предпериода нету, а период одни единицы. Длина периода единица. Значит, вот это t – длина периода. Теперь теорема. Не то, чтобы она была трудной, но доказывать я ее не собираюсь. Я ее формулировал уже в прошлый раз, сейчас еще раз формулирую. Для каждой точки по iQ имеется период цепной дроби, соответствующую квадратичной рациональности x. Трудность здесь состоит в том, что у квадратного уравнения не один корень, а два. И вообще говоря, у них разные цепные дроби. И вообще говоря, у них могли бы быть разные периоды. Но этого никогда не случается. Вот эта теорема стоит в том, что у корня квадратного уравнения и у второго корня квадратного уравнения периоды одинаковые. Это не то, чтобы трудный факт, но все-таки надо доказывать. Но еще, между прочим, одновременно доказывается второй факт, который тоже забавен, который тоже очень легок. Это вот какой. Что эта функция t от pq является четной по p. Ну, знаете, в мое время с Колей учили формулу для решения квадратного уравнения. Может, и вы знаете, да? x равняется минус p пополам плюс-минус корень квадратный p квадрат на 4 минус q. Так вот, смотрите, что произойдет, если изменить знак. Вот. Видите, здесь ничего внутри не изменится. Правильно? Вот. А здесь изменится на целое число. Было минус p пополам, p изменило знак, значит, изменится на p. Поэтому дробная доля останется, поэтому период измениться не может. Неприятность только в том, что здесь плюс-минус тоже изменится. Значит, здесь есть два корня x1 и x2. А когда измените знак у p, то будет два корня у x2, у второго корня измененного уравнения такой же период, такие же неполный частный образуют период, как у, значит, неизмененного первого. А у первого корня, а у второго корня измененного уравнения, ну, понятно, переставится. Первый корень со вторым. Но так как у первого и второго периода одинаковые, на самом деле неполный частный тоже одинаковые, то поэтому получается, что они у всех четырех одинаковые. Значит, можно взять уравнение с плюс p, уравнение с минус p, знак плюс у корня, знак минус у корня. Это будут разные квадратичные рациональности. Получится, вообще говоря, четыре разных числа, но у них у всех это t одинаково. И даже неполный частный тоже. Так вот, я в прошлый раз тем, кто слышал, прошлую реакцию объяснял. Почему важно исследовать статистику этих цепных дробей? Как Понкаре, например, исследовал для Солнечной системы отношения периодов Юпитера-Сатурна, других там планет разных. Большие неполные частные приводят к тому, что если оборвать цепную дробь в этом месте, будет очень хорошее рациональное приближение перед большим, если оборвать. Поэтому будет очень хорошее рациональное приближение. А рациональное приближение приводит к резонансам. А резонансы приводят к взаимодействию, возмущениям планет друг с другом. Как раз у Юпитера-Сатурна есть резонанс 2 к 5, и поэтому получается очень близко. И получается вековое возмущение периодом 900 лет, которое предстоит в том, что первые 450 лет Сатурн сбивает Юпитер с орбиты, так что Юпитер начинает удаляться от Солнца, а следующие 450 лет возвращается обратно. Так вот, для того, чтобы исследовать, развалится ли Солнечная система в результате этих резонансов, Понкаре поставил вопрос, а какие частоты, насколько часто бывает, что отношение частот рациональное, насколько там много резонансов. Его ученики, там, Ньюкопс в частности, опубликовали списки, какие есть в Солнечной системе, и обнаружили, что вероятности, которые там происходят, такие же, которые открыл Гаусс. Теперь Гаусс исследовал такой вопрос. Если взять случайное число Х, вещественное, то тогда среди неполных частных не всегда же будут одни единицы, а будут встречаться разные. И вот тогда, получается, имеется вероятность того, что будет, значит, здесь D1 равно единице, вероятность того, что единица. А вообще говоря, есть вероятность DM, какая-то положительная вероятность, которая вычисляется таким способом. Мы берем длинный отрезок неполных частных и считаем, сколько раз там встречается неполное частное M. Потом делим на длину этого отрезка, сколько было, и пределка, даем стремиться к бесконечности. И вот это называется частотой. Так вот, Гаусс нашел эти частоты, но он ничего не опубликовал, потому что он ничего не доказал. Как это обычно бывает с алгебраистами. И почему он ничего не доказал, или с теоретикой числовиками, Гауссу можно и так считать даже физиком по теории магнетизма. Так вот, он почему ничего не доказал, потому что он знал, что это неверно. Он открыл этот факт с одной стороны и знал, что он неверен с другой стороны. Потому что, например, для золотого сечения, например, вероятность совсем другая, совсем не такая, как для других чисел. А между тем, утверждение, это называется терема Кузьмина, доказано в 1928 году ленинградским математиком Родионом Кузьминым, для почти всех, в смысле меры Лебега, вещественных чисел, эти вероятности не зависят от числа, и вполне определенные, положительные для всех M, убивают как единицы на M квадрат. Формулу для DM для этих вероятностей Гаусс нашел, а утверждение про них сделать не мог, потому что он не знал, что они означают. На самом деле, сегодня доказано, что это действительно частоты. Никто бы это подтвердил, в Солнечной системе именно так и наблюдается. Ну, хорошо. А я сегодня буду исследовать этот вопрос о статистике этих неполных частных, вообще о статистике этих периодов для вот таких специальных чисел. Я рассказывал в прошлый раз, что мои исследования экспериментальные довольно быстро показали, что, с одной стороны, но это уже не мои исследования, а это исследования моих учеников, я только сформулировал гипотезу, что если мы возьмем вот этот круг, который тут нарисован на плоскости PQ радиуса R, возьмем в нем все целые точки, ну, не в круге, а вот в это, потому что там надо брать, где корни вещественные. Возьмем все целые точки. И для каждой целой точки посчитаем составляющие период неполные частные, выпишем их все вместе, и посчитаем, сколько среди всех этих вместе неполных частных для всех этих квадратичных иррациональностей, сколько будет единичек. И разделим на число всех этих неполных частных периодов. И тогда получится предел, когда R стременящийся к бесконечности равный D1 тому же самому, что для случайного вещественного числа. Хотя эти числа, конечно, совершенно не случайные, это не случайные вещественные, но статистика для них оказывается такой же. Я, значит, такую гипотезу высказал, ну, лет 30 назад, наверное, и в прошлом году меня встретил, когда я возвращался из Института космических исследований, Института стеклова в Москве на метро, какой-то пассажир в метро, который взял меня за рукав, говорит, Владимир Игоревич, вы меня не узнаете? Нет, говорю, не узнаю. А знаете, вы 30 лет назад у нас в Хабаровске сформулировали задачу. Вот я 30 лет ее решал, решал, и теперь решил, приехал в Москву вам рассказать. А вас в Институте стеклова нету. Ну, я поехал к себе в гостиницу, а вы как раз в метро. Так вот, действительно, хабаровский математик Виктор Алексеевич Быковский два года назад мне сообщил, что он это доказал. Это моя гипотеза, которую я действительно 30 лет назад в Хабаровске сформулировал. Ну, я ее опубликовал там 20 лет назад где-то. Но он ее доказал. Действительно, статистика получается такая же, как для случайных веществных чисел. Такое вот эргодическое свойство. Некоторое есть у этих квадратичных рациональностей. Но, это, однако же, я вот кончаю изложение предыдущей лекции, однако же, этот факт, хотя даже такая же статистика будет для пар чисел, для любых конечных последовательностей, тоже будет статистика универсальная, независшая от честного числа. И такая же и для квадратичных рациональностей, вот в смысле этих пределов по большим кругам. Но, однако, если посчитать при помощи соображений теории информации или криптографии, сколько имеется слов из натуральных чисел, удовлетворяющих статистики Гаусса Кузьмина, то оказывается, что этих слов гораздо меньше, всего, нет, наоборот, гораздо больше, чем вот этих самых слов, которые здесь встречаются. Поэтому те наборы неполных частных, которые являются периодами, выделяются, это не вселезвольные наборы, а очень редкие. Это кажется противоречившим теореме Лагранжа, потому что, какую бы ни взять последовательность, найдется квадратичная рациональность, у которой она является периодом. Это входит в теорему Лагранжа. Однако, дело состоит вот в чем. Наши квадратичные рациональности не все. Эти квадратичные рациональности – это специальная часть, потому что можно было бы здесь еще поставить коэффициент. Если здесь стоит коэффициент единица, это не все иррациональные чисел. Так вот, оказывается, для этих иррациональных чисел, оказывается, хотя статистика такая же, однако, сами периоды обладают специальными свойствами, только небольшая часть периодов. И так имеется задача, одна из основных задач, ради которой я читаю весь этот курс лекции, состоит в том, какими же замечательными свойствами выделяются последовательности, составляющие периоды, для неполных частных квадратичных иррациональностей. Это вопрос открыт. Но я, однако, сделал некоторые открытия. Главное открытие, которое я формулировал на прошлой лекции, оно такое. Оказывается, все эти цепные дроби являются полиндромами. Полиндром – это знаменитая, например, фраза «А лапа, а роза упала на лапу азора». Если читать эту фразу задом наперед, то будет то же самое. Если на пробелы не обращайте внимания, тогда будет то же самое. А роза упала на лапу азора. Так вот, оказывается, если выписать период для любой такой квадратичной иррациональности, я сначала это открыл для других. Это тоже верно еще и для таких квадратичных иррациональностей, если их сравняется корень квадратный из любого рационального числа, у на в. У них тоже цепные дроби периодические, потеря Мелаганджа, и при том периоды являются полиндромами. Я это открыл экспериментально, посчитавший несколько миллионов примеров. Но в докатом я стал доказывать, и доказал, что это верно, за исключением некоторых исключительных случаев, которых мало, но в которых я не могу доказать. Ну, все-таки результат. Я стал искать такой исключительный случай, когда бы это нарушалось. Не нашел. Но тогда мои ученики и даже ученицы взяли и доказали до конца. Так что сегодня это результат моих учениц. Одна в Триесте, другая в Сан-Франциско, которые доказали, действительно, это мое открытие верно. Действительно, во всех случаях для любых иррациональных чисел вида корень квадратный из УВЭ или корень такого уравнения периоды являются полиндромами. Мы просчитали один пример в прошлой лекции. Там был корень из 187, мы считали. Хм, я забыл, какой у нас получился ответ. Может, у кого-нибудь есть? Может, мне продиктуют, какой там корень из 187 мы вычисляли. Я показывал, как считать. Надо сказать, читать эти зубные дроби при помощи машины даже, из разложения брать целую часть, потом остаток, единица делить на остаток, потом 5 целую часть и так далее, невозможно. Потому что единица, деленная на число, имеет очень большую производную функцию единицы на х, поэтому ошибки очень быстро нарастают. Поэтому если цепная дробь имеет длину какой-нибудь там десяток, то тогда исходное число надо знать с точностью там 20-30 знаков. А вычисления уже очень длинными становятся, и очень много ошибок. Но я придумал способ, который я рассказал в прошлой лекции, как вычислять специально для квадратичных иррациональностей очень быстро. И там, значит, получилось так. Корень, ну, целая часть 13. А потом начинается период. И вот этот период... Вот, спасибо. 1, 2, 13, 2, 1, 26. Что? 26. Все. Так вот, если этот период выписать в бесконечную последовательность, 1, 2, 13, 2, 1, 26, 1, 2, 13, 2, 1, 26 и так далее, то это полиндром. Если читать отсюда... Если читать отсюда... А ну зачем? Почему отсюда? Если читать отсюда, 1, 2, 13, 2, 1, 26, или отсюда, 1, 2, 13, 2, 1, 26. Одно и то же. Это полиндром. Так вот, теорема моя такая. Я считал этих числа, несколько миллионов их посчитал. Все получились полиндромами. А потом удалось доказать, что это так и есть. Полиндромы никак не вытекают из статистики Гаусса-Кузьмина. Это какое-то совершенно другое обстоятельство. И теперь главное открытие из этой теории состоит в том, что специальные последовательности, которые являются периодами, обладают замечательными свойствами. Какие замечательные свойства, неизвестно. Вот полиндромичность одной из них, но это заведомо не все. Есть еще замечательные свойства, а какие они, неизвестно. Для того, чтобы их открыть, мне нужно много-много учеников, много-много компьютеров, чтобы они много-много миллионов примеров просчитали, посмотрели на эти примеры, увидели, что получается. Ну а потом подождем лет сто, и кто-нибудь докажет, что это действительно верные свойства. Потом он вам откажет. Не знаю. Во всяком случае, я из-за этого и читаю эти лекции, в надежде, что кто-нибудь это сделает. А сейчас я вам покажу первый шаг, который я для этого сделал. Значит, прежде всего, для того, чтобы дополнить статистику Гаусса-Кузьмина, надо узнать, как же ведет себя Т. В среднем. Если взять Т, усреднить по этому кругу. У нас есть Т от ПКУ, в каждой точке ПКУ. Ну, это вот, ну, все равно ПКУ буду писать. Вот. Значит, если взять сумму и разделить на число ценных точек здесь, то будет некоторое среднее, которое зависит только от R. И первое, что я сделал, это я посчитал пару тысяч значений Т для кругов там разных радиусов и нашел, как ведет себя эта функция. Я вам сейчас покажу, как она себя ведет. И, ну, давайте, можно даже... Нет, давайте так, я честно буду. Сначала я покажу эти несколько тысяч ответов. Пожалуйста. Значит, это вот метод, который был рассказан в прошлой лекции, дает вычисление, способ вычисления. Вот как это можно последовательно посчитать? Так можно и для любого корня этого уравнения, воспользовавшись формулой для корней, и методом, который я рассказывал, можно посчитать. Так вот, в этой таблице, а там видно что-нибудь? Мне не видно ничего. Но, значит, так, по горизонтали идет ось P. При этом левое самое место, слева вот здесь, вот по вертикали, это значение числа, это значение числа минус Q. Это значит, что на этой таблице Q отрицательное. Наверх в верхней строчке Q равно минус 32. Написано 32, но на самом деле это минус Q. То есть Q минус 32. Вот, как вверх ногами я рисую эту картинку, таблицу, да? Теперь, следующий вертикальный столбец, вот он, вот он. Это значит, что P равно нулю. А дальше P равно единице в следующем столбце, P равно двум и так далее. Вот, ну и Q, соответственно, вот видите, здесь написано от 32 до 16, потому что технология нашего замечательного оборудования не позволяет показать все. Но мы покажем все позже, конечно. Но пока делать и двигать не будем. Ну, мы можем и дальше показывать. Мы покажем потом. Но я хочу сказать вот что. Оскрытия, о которых я буду сегодня рассказывать, получены, глядя на эту таблицу и исследуя эти числа. Эти числа непроизвольны, а обладают замечательными свойствами. Ну, вот тут, видите, такие двойные линии сделаны. Это круги. Вот на этой плоскости можно рисовать круги разных радиусов. Разные значения R. При разных значениях R получаются разные средние. Вот вы можете посмотреть. Если вы подальше, вот смотрите, вот в далеком, вот видите, далеком, там встречается 19, 15, 21, видите, вот так. Хотя есть и нули, надо сказать, что такое нули. Период 0, что такое период 0? Это я так договорился, и есть причины, почему так надо делать. Иногда корень этого квадратного уравнения не будет иррациональным числом. Бывают квадратные уравнения, у которых рациональные корни. Может так быть. Тогда период считается нулем. Ну, так. Тогда, вот видите, вот там, например, верхняя строчка, когда радиус, вот там написано, какой, видите, радиус до 32, 2P квадрат плюс Q квадрат меньше или равно 1024. Я надеюсь, что некоторые из вас знают, что это 32 в квадрате. Ну вот, а следующая линия, вон там, да, 700. Значит, вот эта вот полоса между 784 и 1024, вот видите, какие там стоят числа. А если посмотреть нижнюю часть, вот, пожалуйста, пониже, самую нижнюю, ниже, нижнюю. Ну нет, ну можно и, ну хорошо, давайте самую нижнюю, видите, когда до 4, видите, вон там, да, да, да. Видите, там какие, там 1, 2, ну 9 встречается еще. Но видно, что меньше. Одним словом, видно, что эти числа растут. Хотя и очень неравномерно, но растут. Оказывается, эти средние тоже растут. И вот какой получается ответ. Значит, просто глядя на эти числа, можно обнаружить следующий рост. Значит, вот я вам выпишу таблицу. Ну, сейчас будем теорему получать. Вот настоящее не доказывать теоремы, а открывать. Это совершенно разные занятия. Вот, возьмем радиусы. Вот, посчитаем для следующих радиусов. Я считал для них 5, 9, 13, 17, 29. Нет, 17, я по 4 прибавляю, 21. 21 и 25. Вот. Значит, тогда средние периоды получаются такие. Это по целым кругам до нуля, до низу доходить. Я тут вам показывал только значение, когда минус Q положительное, то есть Q отрицательное. А есть такая же таблица, мы ее потом посмотрим. Я сейчас вот рассматриваю вот эту часть, показал вам на доске. Вот этот кусочек я показал. Этот симметричен, так что достаточно. А вот этот кусочек тоже посчитан и здесь тоже учтен. И тогда получаются вот какие средние. 3, 8, 6, 4, 8, 6. Ну, примерно. Там есть еще десятичные знаки, я округляю. 10, 9, 13, 1, 15, 1. Задача. Что это за функция? Ответ. Чтобы что-нибудь понять, всегда для функции надо рисовать график. Нарисуем график этой функции. Вот, значит, значение аргумента. R, 5, 9, 13, 17, 21, 25. Значение функции. Вот, среднее Т. 16, 8, 12, 4. Теперь график. 3, 8 при пятерке. Это вот тут. Следующее. 6, 4. Это тут. Следующее. 7, 8. Нет, погодите. Сейчас. Простите. 8, 6. Простите. Вот она. Здесь. Немножко за восьмерку перешло. Простите. 8, 6. Следующее. 10, 9. Почти. Ну, 12 их доходит еще. Ну, вот так. Потом следующее. 13, 1. И последнее. 15, 1. Вот теперь, глядя на это, уже трудно не догадаться. О какой функции идет речь? Что это за функция, как вы думаете? А? Ну, это линейная функция даже, однородная даже линейная функция. Это хорошо ложится на одну прямую, даже проходящую через ноль. Так вот, но это прямая такая, получается, Т с крышкой, среднее значение от R, приблизительно равняется константа, умноженная на R. А эта константа примерно 15,25, то есть 0,6. Вот мы сделали открытие. А никакой теоремы ни о росте, ни об асимптотике, ни о константе нет. Почему я это и рассказываю. Глядя на эту таблицу, мы просто складывая числа, которые там написаны, которые я объяснял, как получать, можем получать необыкновенные факты. Я этих необыкновенных фактов открыл несколько тысяч, доказал несколько десятков, и сформулировал в виде гипотез несколько сотен. Я вам не буду сотни гипотез рассказывать, но некоторые покажу. Вот глядя на эти числа, можно кое-что заметить, если вы внимательны. Можете вы заметить что-нибудь, глядя на эти числа? Скажем, нули располагаются между единицей и двойцей. Все нули располагаются на расходящихся лучах. Это правильное замечание, и это легко понять. Потому что, если взять корни рациональные, у такого уравнения, то тогда их произведение должно быть Q. Поэтому надо разложить Q, на произведение двух каких-то целых чисел, и написать произведение X минус A умножить на X минус B, где AB равно Q. Тогда P и Q, которые вы посчитаете, P равно A плюс B, там Q равно AB, дадут нули всегда, потому что в этих местах корни будут целые. Оно и, соответственно, из этого вытекает, что они там будут те лучи, на которых нули. Это правильное наблюдение, интересное, хорошее наблюдение. На самом деле, можно еще даже так сказать, что рациональность получится каждый раз, когда дискриминант квадрат. Если дискриминант квадрат целого числа, то когда корень из него будем извлекать в этой формуле, то опять получатся рациональные корни. Можно и таким способом. Можно исследовать, где нули, действительно довольно легко исследовать. Это правильно. Ну, хорошо. А еще кто-нибудь замечает что-нибудь? Нет? Ну, давайте я скажу, что я заметил довольно быстро. Я заметил вот что. Смотрите. Возьмем вот первый столбец. Видите? Вот давайте. Только можно снизу показать таблицу, чтобы нижнюю часть... Вот так. Вот давайте так. Первый снизу будем считать. Вот первый столбец, вот этот, да, это первый. 1, 2, 4, 2, 0, 1, 2, да? Вот. Ноля, да. Ну, вот давайте. Ну, давайте так. Давайте посмотрим не второй столбец, а следующий. Не где столбец, где p равно... Внизу p стоят значения. Вот, понимаем, где p равно 2. Вот этот столбец. Вот. Так вот там 1, 2, 4, 2. Видите, стоят. Потом 0, а дальше что? 1, 2, 2. Вы видите? Он совпадает с первым. Столбец, где p равно 2, совпадает с столбцом, где p равно 0, только немножко сдвинут. И это продолжается и вверх, и вниз, и куда угодно. И это наблюдение очень легкое, и его очень легко доказать. Оно состоит в следующем. Что произойдет с уравнением, если к x прибавить единицу? Если было уравнение, у которого корень x, у какого уравнения будет корень x плюс 1? То же самое, как и с уравнением. А? Если к x плюс 1, то и с уравнением. Что-что? П прибавится из p выщется цивой, а q прибавится из q выщется цивой. Ну, это значит сдвиг. Это значит, что столбец сдвинется на 2 единицы, и при этом по вертикали сдвинется на определенное расстояние. Итак, вся группа сдвигов x действует на плоскости pq. И при этом вот какие орбиты. Вот они, здесь я нарисую. Вот эти орбиты. Это парабола. Если было уравнение, у которого дискриминант равен нулю, прибавим константу, он все равно останется нулем. А есть параллельные параболы, которые вот по вертикали сдвигаясь, получаются новые параболы. Вот такие. На каждой такой параболе все значения t одинаковы. t зависит только от дискриминанта. Интересный вопрос, как именно? Что это за функция дискриминанта? Если дискриминант равен нулю, то t, конечно, равно нулю, потому что корни рациональны. Но в других случаях там есть нули тоже на параболах, когда дискриминант единица, 4 и так далее. А в других случаях какая же здесь функция? Глядя на эту таблицу, так можно понять, что эта функция похожа на корень из дискриминанта. Это t от pq, не средняя. Но дискриминант это p квадрат минус 4q. Корень из дискриминанта, корень из p квадрат минус 4q. Вот этот знак похожий, это надо долго описывать. Это никакая не теорема, это наблюдение. Но если теперь r радиус усреднения большой, и если мы будем усреднять не t, а корень из дискриминанта, то что получится? Ясно, что если мы будем уходить на плоскости p кв от нуля в разных направлениях, то эта функция будет вести себя по-разному. Если мы будем удаляться вдоль оси p, когда q равно, например, нулю, то тогда это ведет себя как p. А если будем вдоль оси q уходить, то это ведет себя как p, то есть как r. А здесь как корень из q, то есть как корень из r. Но если посмотреть на расположение парабол по расширению к кругам, то получится, что на средние влияет именно вот эта часть. Вот эта окрестность, если мы будем уходить в окрестности этой оси, вот сюда будем уходить, то будет не расти не как r, а как корень из r. И эксперимент показывает, что так оно и есть. Вот еще одно открытие. А теорем нет, доказательств нет, все это ожидает, что вы вырастете, или даже раньше, сумеете это доказать. Я не сумел. Ну, теперь у меня еще есть несколько минут, да? Есть несколько минут. Ну, тут так много... Ну, давайте, во-первых, покажите, пожалуйста, если можно, вторую таблицу, которая дает нижнюю часть вот этой картинки. Вот она. Значит, здесь очень жирная такая черная линия, это дискриминант равен нулю. Круги тоже видны все. Ну, то же самое, только вторая часть. Это случай, когда q положительен. Ось q направлена вниз, и вот видно, как они... Да. Ну, вот почему тут одни нули? Линия из одних нулей стоит. Это что такое? Это q равно нулю. Если q равно нулю, то это уравнение. x квадрат плюс px равно нулю. Один корень ноль, а второй минус p. Они, конечно, рациональны, и поэтому t, конечно, равно нулю. Ну вот, но можно, глядя на эту таблицу, можно продолжать все эти вычисления, но надо ее посчитать. Знаете, вот на этих двух таблицах там имеется порядка пары тысяч значений t от pq, а каждый из них это вычисление, вроде того, которое мы в прошлый раз делали, вычисляли вот эту вот штуку. Ну, это так, ну, так вручную, минут 10, наверное, надо. Вот. Ну, и пара тысяч раз по 10 минут. Так я и сделал. И так я и получил эти таблицы. А потом мои студенты проверили на компьютере, посчитали, и у них не сошлось со мной. Они стали проверять, в чем дело, оказывается, компьютер считает хуже меня. Оказалось, что у меня-то все правильно, а вот у компьютера нет. На компьютере это считать очень трудно, а я вас научил, как считать без компьютера. И получается. Однако, когда они стали пытаться доказывать, не получилось. Вот, например, они пытались доказывать такую, что t ведет себя как корень из дискриминанта. Но он не равен этому корню. Там, может, есть какая-то формула, вроде бесконечного произведения, как там, можно, типа, выражение Эйлера для зета-функции, и так далее. Но не получается. Никакой формулы неизвестно. И асимптотика неизвестна. Вот эта вот эквивалентность, ни корню из дельта, ничего не так. Но если взять отношение t от pq и корень из дельта от pq, то эта величина колеблется около единицы довольно близко. И имеется опять компьютерное учисление. Сколько раз больше, сколько раз меньше. Будет ли отклонение удовлетворять гауссовые статистики? Ну, в смысле закона больших чисел. Значит, ну... Ну, это... Как называется это? Какое распределение? Какое распределение? Ну, гауссовое. Оно тоже гауссовое. Но у меня тут есть еще гауссовый кузьмина, который я тоже называю гауссовым, поэтому мне трудно. Нормальное, да. Так вот, будет ли там нормальное распределение? Сомнительно. Оно, по-видимому, ненормальное, но универсальное, какое-то тоже интересное. Насколько отклоняется t от корня из дельта? Это интересный вопрос, но все эти вопросы очевидным образом могут быть исследованы экспериментально и не могут быть исследованы без эксперимента. Ничего, он... Никакой статистик, никакой теоретикой числовник никогда ничего не докажет, пока я ему не покажу ответ, найденный экспериментально, чего и вам хочу пожелать. Тоже находите этот экспериментально. Вот я вам покажу некоторые экспериментальные ответы. Значит, я посчитал такие величины. Вот я вычислял в кругах радиуса r следующие величины. 4, 8, 12, 16 радиусы кругов. Внутри, меньше, значит, p квадрат плюс q квадрат, меньше, равно r квадрат. Вот. Так вот, что я считал. Во-первых, я вам сказал, что я считал t. Так вот, а кроме того, я считал и сами неполные частные. И если мы возьмем сумму неполных частных составляющих период, вот, то получится сумма неполных частных составляющих все периоды для всех этих r. Вот. А можно посчитать число этих неполных частных. А можно посчитать среднее неполное частное. И можем смотреть, как это зависит от того, в каком круге усредняем. И вот какие получились ответы. 23, 228, 835, 2006, 36, 35, 149, 345, 643. Это теорема. Ну, как же она теорема? Вот эта таблица, которая была показана, если на ней посчитать, сколько нулей, сколько единичек, только я на таблице не показывал неполные частные, но подсказывал длинные, показывал, сколько t, чему равно. Но косами неполные частные у меня, конечно, посчитаны тоже. Я сейчас вам расскажу, какие они тоже. Ну вот. И, значит, разделим. 0,66, примерно, 1,53, 2,42, 3,20. Теперь, что это за частные? Это среднее неполное частное внутри этого круга. Внутри этого круга много точек PQ, и у каждой из них много неполных частных, а мы усреднили по всему вместе. Тогда получается, в круге радиуса r это среднее, как себя ведет. Видите? r 4,8, 12,16. Вот, значит, единица, двойка, тройка. 0,66, 1,53, 2,42, 3,20. Что мы наблюдаем? Что? В зависимости первого приближения линейного. Ну, первым тут все-таки много точек. Это не так... Нет, я, на самом деле, на самом деле, я, особенно мои ученики с компьютерами, посчитали дальше, продолжается. Вот, но, значит, какая линейная функция получается? Получается так, что, вот это число гамма обозначим, гамма это среднее неполное частное, гамма, для данного r, среднее по данным r, гамма от r, порядка, константы какая-нибудь, альфа умноженная на r, а какая константа? Надо разделить 3,20 на 16. Это что будет? Одна пятая. Вот, вот еще одна теорема у нас открыта. И у этой теоремы тоже нет никакого доказательства. Однако, у этой теоремы имеется некоторое рассуждение, которое состоит в следующем. Неполные частные удовлетворяют статистике Гаусса-Кузьмина. В статистике Гаусса-Кузьмина вероятность того, что неполные частные m равна dm, которая порядка единицы на m квадрат при m стремящемся к бесконечности. Поэтому среднее неполные частные, если учитывать, что Маито тоже удовлетворяют по теореме Быковского и его учеников в статистике Гаусса-Кузьмина, равно среднему для чисел с вероятностью 1 на m квадрат, когда m с вероятностью 1 на m квадрат, какое среднее получается? Значит, какое получается среднее? Надо сложить. Если там будет сумма n большое слагаемых, то посмотрим, сколько раз среди них будет встречаться m. И вероятность m единицы на m квадрат, значит, получается n поделенное на m квадрат, раз встречается m. Когда мы будем считать среднее, то надо это умножить на m. А потом разделить на n большое, чтобы среднее было. Только сумма по m. Если суммировать до некоторого m большого, то это будет ряд единицы на m маленькое, то есть асимптотический логарифм m большого. Это значит, что если брать неполные частные, которые становятся и большими тоже, а они у нас становятся, вообще говоря, большими, то тогда получается среднее значение по статистике Гаусса-Кузьмина равно бесконечности. Распределение Гаусса-Кузьмина таково, что среднее значение неполного частного – бесконечность. А если мы брали наши неполные частные вот в этом круге, то там никаких бесконечностей быть не может. Как же это будет сказываться? Как же это противоречие скажется? А вот как оно и сказывается. Среднее в конечном круге должно бы быть равным бесконечности, но конечность круга этого мешает. Поэтому вместо бесконечности получается неуниверсальная константа, которая должна была бы приближаться к среднему значению. Вот это вот логарифм М, это и есть среднее значение, тоже гамма, та же самая величина. Но это гамма, это и есть логарифм М, где М равно бесконечности. То есть, хотя и слабое, но бесконечность. А здесь бесконечности не может быть. Так вот, это и есть бесконечная асимптотика. Вот она. Она обсуждает в том, что когда круг конечный, то приближается к бесконечности, и вот по какому закону. И опять ничего не доказано. Ну вот, и в заключении я покажу сейчас еще десяток, ну, может быть, меньше, но еще некоторое количество теорем, которые извлекаются из этих таблиц. Значит, как я... Вот таблицу... Ну, можно еще раз какую-нибудь из таблиц показать? Все равно, какую? Первую, вторую. Ну, любую. Да, пожалуйста. Глядя на эти числа, я стал искать, каким законам они еще удовлетворяют. Вот, например, тут довольно много двоек. Потом там есть и единицы, и двойки, и тройки, которых меньше. Так вот, спрашивается, какова статистика, каково распределение, и вот что у меня получилось. Я это сделал для всех радиусов, но покажу ответ для радиуса 16. В круге радиуса 16 я нарисую статистику. Значение Т. Что? По другой оси что? По другой оси число случаев. Сколько раз в круге Т квадрат плюс Q квадрат меньше или равно R квадрат, когда вещественные собственные числа в этом, в круге усеченном таком. Вот, сколько раз среди них встречаются какие значения Т. Можно и такую статистику посчитать. Вот, посмотрел на эту таблицу и посчитал. И вот что у меня получилось. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я и дальше считал, но не буду рисовать. 0, 108. Сейчас я только нарисую так. По горизонтали. 150, 100, 150. А больше мне не надо. Так вот, потому что R квадрат 16, тут их не так много. Вот, значит, 108 раз встречается 0. 97 раз встречается единица. Двойка, 150 раз. Тройка, 52 раза. Четверка, 84 раза. Чего? Она кажется не полностью линейцей. Пятерка, 39. Все, я правду рассказываю. Я не могу врать, понимаете? Я сделал таблицу, объяснил как. Посчитал, объяснил. Вот считаем, сколько нулей. Это же понятно. По-моему, каждый может так работать. А сейчас будет открытие. Минуточку. 39. Шестерка, 44. И семерка, 18. Ну, и там дальше еще немножко. Вывод. Вывод. Во-первых, она убывает. Но мои попытки угадать закон убывания при разных R, и как это зависит от R, большим успехом не увенчались. Я не могу сказать. Во-вторых, четные значения T значительно чаще, чем нечетные. Это открытие, но не теорема. Но я тут немножко, может быть, вру, потому что за последние недели мои ученики из разных стран написали мне, что они нашли доказательства. Но я этих доказательств еще не проверял. Что действительно так и должно быть. Мне пишет итальянская ученица Франческа Икарди, что она доказала, что четные должны быть чаще. И узнала во сколько раз. И есть какие-то новые результаты, которых я... Вот я такие лекции читаю в разных местах. И вот такого рода лекции, которые я читал в Центре теоретической физики в Мирамаре, ICTP, International Center of Theoretical Physics, Абдуса Салама, Нобелевского лауреата. Так вот, вот там, например, слушатели немедленно завелись и стали продолжать мои исследования. Я надеюсь, что и здесь тоже найдутся слушатели, которые теоремы, которые я открываю, будут доказывать. Вот я и рассказываю, как я их открываю и немножко показываю, в чем стоит теорем. У меня есть еще минутка, да? Еще пару теорем покажу. Хорошо. Так. Хорошо. Следующая вещь, которую я заметил, относится уже не к этой таблице, а к таблице, которая так велика, что я ее даже не показал. Я составил таблицу всех неполных частных и, глядя на нее, сделал, ну, впрочем, даже из этой таблицы тоже. Вот в чем дело. Сейчас можно эту таблицу еще раз? Вот смотрите, там двойки имеются, да? В довольно большом количестве, как мы сейчас видели, так и должно быть. Но, если посмотреть, как эти двойки расположены, это не так просто, как с нулями, но все-таки в расположении двоек имеется замечательная закономерность. И эту закономерность можно некоторым образом открыть. И вот каким. Представьте себе, что у цепной дроби период 2. Тогда если мы отбросим предпериод и начнем с такую, возьмем такую цепную дробь. Х, что? Я ничего не слышу. Что? Корень из трех, период 2. Да, можно, но я не хочу брать один пример. Разумеется, я этот пример знаю, его сейчас тоже выпишу. Но я выпишу сейчас гораздо более общую теорему. Итак, предположим, что х есть периодическая дробь, которая имеет вид период А, Б никакого предпериода. Тогда имеет место следующее тождество. х равняется единица, разделенная на А, плюс единица, разделенная на Б, плюс что дальше? Нужно было бы написать единица на А, единица на Б и так далее, но если я ленивый, то я, а это главное для того, чтобы что-нибудь открыть, надо быть ленивым. Можно написать плюс х и кончено. А тогда мы получаем, пользуясь алгеброй, значит, вот эта вот сумма, которая в знаменателе равняется знаменателе Б плюс х, а в числителе А, Б плюс А, Х плюс единица. А единица, деленная на эту штуку, это Б плюс Х разделить на числитель А, Б плюс А, Х плюс единица. А все это вместе должно быть равняться Ху. Да, а теперь алгебра говорит, что это квадратное уравнение. Это квадратное уравнение получается такое. Значит, А, Х квадрат плюс А, Б плюс единица, умноженное на Х, равняется Б плюс Х. Вот это плюс единица, умноженное на Х. И вот Х, который стоит здесь, в этом примере и во многих других счастливым образом сокращаются. Поэтому остается уравнение попроще. А уравнение остается такое. А, Х квадрат плюс сейчас, я не набрал тут где-нибудь вычисления? А, Х квадрат плюс ну ладно, А, Б на Х минус Б равно нулю. можно да ну в общем тут надо ну давайте так предположим, чтобы получить в нашей таблице, чтобы вошло это будет либо если А равно единице, если А делится на Б. Если А делится на Б Б, то есть наоборот правильно, Б делится на А. Если Б делится на А, можно разделить. Если Б равно КА, пожалуйста, КА, то тогда будет Х квадрат плюс что тут будет? КА Х минус единиц равно нулю. Спасибо. Минус К равно нулю. А? Крефицент там не К, а просто А. Спасибо, спасибо. Нет, это Б. Б, это К, это К, это К, это К. Что? К, все правильно. Б, К, нет, правильно я написал? Нет, тут А есть уже, мы на это отделим, а второе Б дает второе А. Я написал правильно. Хорошо. Теперь, если, например, тут дать какое-нибудь А значение, то можно получить корень из трех тоже можно получить, но там у него предпериод еще есть, бог с ним. Я хочу сказать, что мы таким способом находим П и К, находим линию, значит, здесь К, а здесь КА, это прямая линия, на которой будут стоять одни двойки. Вот. Так вот, таким способом можно рассматривать и другие периоды, и вот рассматривая их, я обнаружил несколько десятков замечательных теорем, которые без этих таблиц, без предусмотрений, заранее не угадаешь. Я вам сейчас формулирую несколько примеров, которые дают большое количество информации относительно того, как получены вот эти сигмы, сумма неполных частных. Потому что во многих случаях неполные частные можно явно найти. Итак, удается явно найти многие цепные дроби для квадратичных рациональностей, периоды можно явно найти. И вот я приведу сейчас несколько примеров. Вот несколько простых примеров. Вот такой пример. Мы рассмотрим такой частный случай, когда q равно 0. Это, вот помните, первый столбец нашей таблицы, где... Нет, наоборот. Сейчас, где тут q равно... Вот она, строка просто на экране. А? Она просто на экране, строка 0. Сейчас. Нет, погодите. p равно 0 мне нужно. Я оговорился. просто. p равно 0. x квадрат плюс q равно 0. q должно быть для этого отрицательным, чтобы корни были вещественными. Вот оно. Это столбец. Вот он, вот он, вот он. Вот первый. 1, 2, 4. Вот этот вот самый столбец. Значит, это число x равняется корень из q большого. q большой, это минус q маленькая. Так вот, оказывается, если q большое имеет вид a квадрат минус 1, это значит, то тогда t равно 2. а число x имеет такую цепную дробь. a минус 1, а потом единица и 2 минус 2. А теперь, если a давать разные целые значения, то мы получаем примеры. значит, какие тут? a, значит, 3, которые как раз мне подсказывали, потом 3 в квадрате 9 минус 1 8, 16 минус 1 15, 25 минус 1 24 и так далее. Вот такая последовательность, для которых мы явно знаем, чему равна цепная дробь и вот ее период и получаем, что t у нее равно двойке. Доказывается вот такой выкладкой, такой же самой, но для этого специального случая. Ну вот, теперь еще примеры приведу. Несколько примеров и на этом кончу. t от a квадрат плюс 2 равно двойке. А x такой будет a a2. А примеры такие. 3 тоже годится. 16, 11, 18, 27, 38 и так далее. Следующий пример. Что? 6, конечно. Я прошу прощения. Большое спасибо. Вот, прямо хорошо здесь в Дубне читаешь лекции прямо как в Стэнфорде. Там восьмилетние индуски, которые слушают мои лекции, там немедленно реагируют на то, что я написал 16 вместо 6. хорошо. t от a квадрат плюс а. Корень, я забыл корень, погодите. t, нет, корень, я забыл корни, простите. t, это, я пишу, нет, t, нет, правильно, пишу t. Да. Если слушатели интересуются, верно, число скобок в формуле справа должно быть черным? Конечно. Правильно, спасибо. Спасибо. Ну вот, a квадрат плюс а, опять двойка. Значит, я пишу здесь, это значит, что корень квадратный извлекается из a квадрат минус 1. И пишу период, длина периода t. И здесь корень квадратный из a квадрат плюс а и длина периода. Ну вот, и здесь, значит, не длина периода, длина периода двойка, а здесь пишется саморазложение. А, а потом 2 и 2А. А потом примеры у меня выписаны 6, 12, 20, 30 и так далее. Вот я сначала просто глядя на свои таблицы, находил вот тут 3, 8, 15 и так далее. Я находил вот эти примеры просто, вот, из них выводил эмпирически вот эту формулу, а потом доказывал ее методом, который был рассказан. И получились теоремы, которые я формулирую. Таких теорем у меня сотни. Я, конечно, их все не буду выписывать, но еще одну выпишу. Т от а квадрат минус 2. Для разнообразия это 4. И здесь я выпишу только сам период. Значит, здесь есть предпериод, а потом период. Вот какой период. 1, 1, 1, 1, 1, а квадрат минус 2, не так, 1, 2, 1. А потом 4а плюс 2. Заметь, что это полиндром, если будете выписывать, повторять. Ну вот, а примеры это вот такие 14, 33, 60, 95 и так далее. Ну вот, у меня десятки имеются, сотни даже, теорем такого рода для разных формул. Вот есть разные выражения относительно А, разные квадратичные формы, например, для которых можно все явно вы... А? Чего? Как там получается 33? 33? Сейчас, 14, это 16? 14, я понимаю, 33, я не понимаю. 23, конечно. 20, конечно. Сейчас, а 60? Вот и я, братан. 23, а потом 33, 23, 34. Сейчас, 14, это 16, значит, нет, а, погодите, погодите, нет, 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 я написал неправильно формулу, погодите, погодите, сейчас, сейчас, одну минуточку, чтобы, а нет, правильно, корень, заклад, минус 2. квадрат минуса пополам должно быть? Что? Может быть, там, а так, квадрат минус а пополам? квадрат минус а пополам подойдет, так. А квадрат минус а пополам, тогда подойдет, да. Как минус а пополам? Вот если там слева t, t от a квадрат минус a пополам, не минус 2. Ладно, давайте, у меня тут какая-то опечатка. Конечно, можно исправить, но времени нет. Я поэтому напишу другую формулу, отсюда выпишу. Нет, к сожалению, другая формула длинная. Ну ладно, ну ничего, выпишу, наверное, ничего. t от 9а квадрат плюс 16а плюс 7 равняется 4. Вот, а формула такая, период такой 1, 1, 1 и потом 6а плюс 4. А примеры такие, да, 7, 32, 75 и так далее. Надеюсь, что это верно. У меня, они выписаны, имеется у меня статья, в которой выписаны десятки таких теорем. Они все получаются простыми доказательствами, но с трудным открытием. Найти такие теоремы трудно. Но из этих теорем вот и извлекались вот эти таблицы все. Все эти ответы получались таким способом экспериментально. Теперь маленькое замечание. Предположим, что мы вычисляем вот этот корень из q и берем при этом случае, когда q лежит между а квадрат и а плюс 1 в квадрате. Вычисления показывают, что последнее неполное частное в периоде в этом случае всегда будет 2а. Вот смотрите, вот в этих примерах. А квадрат минус 1, больше а квадрат, вот а квадрат плюс 2, например, больше чем а, ну и там, если а не слишком маленькое, то будет меньше, чем а плюс 1 в квадрате. Вот, и последнее будет 2а. Так вот, почему-то это всегда так. Это опять пример, открытый при помощи этих вычислений теоремы, у которой нет на сегодняшний день никакого доказательства. Такого рода фактов имеются сотни. Однако доказательств очень мало. Правильную серию показать. Что? Правильную серию показать. Где вот? А квадрат минус 2? Да. Пожалуйста. То есть, что именно правильное? А, спасибо, правильно. А где же она? Она вот, она, номер 6. Номер 6. Она номер 6. Ты, 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 как, какая, это? Правильная серия номер 6. А, т написано от номера 7. А, т, а квадрат минус 2, 4. А, я просто списал не ту строчку. Понятно. Так сейчас, где это надо исправить? Вот здесь. Спасибо. 1, 2, 1. Не 4а плюс 2, а 2а минус 2. Нет, нет, 4а плюс 2 правильно, но тогда т от корня из 4а квадрата будет 7а плюс 3. Нет, не хочу. Я хочу а квадрат минус 2. 1, а минус 2. А, ну вот так, да. Списал не ту строчку, понял. Рядом была другая теорема. А минус 2, потом единица, и потом 2а минус 2. Ну, спасибо. А здесь? А числа? Ну, 7, 14, 23. Где? Сейчас, а квадрат минус 2. Вот они. 7, 14, а просто... А, 7, 14, потом 23. О, это опять я списывал в другой строчке. Все ясно. Ну, просто строчку переводил. Спасибо, спасибо. Я посчитал все правильно. Ну, спасибо, спасибо. Ну, во всяком случае, я вам показал, как идут эти игры, как получаются результаты, и сказал вам, что я вам показал десятых результатов, вот. А их имеются тысячи. А доказательств нету. Но вас тоже много, поэтому я надеюсь, что это справится. Для того и читаете лекции. Большое спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ